Кирилл, иди записывать новое прохождение Resident Evil 5. Какое прохождение, блях, я же ещё не проснулся. Ну ладно, всё, встаю, иду. И так, ну что же, приветствую всех, приветствую Пашендия Пасанючка, приветствую Димыча Андреевича. И мы продолжаем прохождение Resident Evil 5, второй сезон, вторая серия. Ну что же, надеюсь, тебе понравилась первая серия, понравилась в начале озвучка, понравилась то, как я выступил, и то, как я начал второй сезон. Надеюсь, ты прокомментировал начало, то есть, как тебе второй сезон пошёл, ли он тебе не пошёл, ну в плане понравился, не понравился, понравился ли тебе, как я заснял первый сезон, ну и всё прочее. Так что комментируйте, и у меня для вас есть новость. Не знаю, хорошая она будет или плохая, но я продлеваю прохождение на четвёртый сезон. В отличие от четвёртого Resident Evil 6, здесь будет 4 сезона, потому что в четвёртом Resident Evil 6 было 3, 3 сезона. Так, не обращайте внимания на то, что... На то, что сейчас меня стрельнули из-под тишка, бля. Да иди уж ты, сука, такая, где ты есть, собачка? Ворона ещё пропустил, вот он стреляет. Вот и падает теперь, скотина. Он что, не сдох, что ли? Нет, вроде сдох. И кто же нас стрелял? Давай, ворона, ворона! И что же нам за неё дадут? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ничего не дали. Так, давайте мы сейчас дать. А ты мне дай яйцо. Да куда ж ты мне все-то? Яйцо мне давай. Съесть. Отлично. Всё, хоть какое-то ХП у нас есть. Я предупреждаю, что сейчас будет довольно-таки жестокий. Жестокий момент, который неизвестно пройдём мы или нет. Не знаю, хорошая здесь сейчас новость это или плохая, но в этой серии, возможно, не будет озвучки. Потому что может не быть кат-сцены. Так, у нас контрольная точка. Ну, кто его знает, может мы успеем до кат-сцены дойти и всё в этом роде. Ну, и так. Так, мы дошли до какой-то локации. Довольно-таки тут стоят шалаши. Неизвестно, кто там вообще есть или кого там вообще нету. Но мы должны это место исследовать. Так что тут выбирать не приходится. В чём будет этот этап сложный, вы узнаете совсем уже скоро. Но для того, чтобы этот этап начать, мы должны хорошенечко подготовиться. Так, у нас есть зелёная трава. Мы должны... Так, сейчас взять красную. И смешать. Чтобы у нас хоть что-то было. Я так и не понимаю, зачем вообще убивать эти скелеты вообще. Что за них потом дадут. Но, по-моему, кто-то говорил мне, когда-то, помню, на ютубе смотрел видео, что типа... Или, по-моему, я слышал от кого-то, что типа, если все скелеты в игре, ну, срубить ножом или там застрелить, то чё-то какой-то бонус добудет. Но я не уверен. Не могу сказать с точной уверенности, что это именно так. Сегодня, главное, я сплю ночью. И резко у меня будет моя совесть. И говорит мне, чтобы я вставал со странья и записывал прохождение резидента У-5. Но я сразу удивился, что-то к чему. И начал её ругать. Почему она меня разбудила вообще, моя совесть. Ну и за неё вот стал записывать, что делать. Так что такие вот делишки. Так, у нас тут песенка. Так же, как и в четвёртом резиденте, мы можем эти лестницы сбрасывать вниз. Можем ударять нахуй... Бляха. Ударять нахуй по этим факелам, как они называются. Но это сейчас сделать совершенно необязательно. Потому что это нам нужно делать тогда, когда появятся враги. Чтобы им противостоять, если у нас будет недостаточное количество боеприпасов. Так, ну что же, пока всё тихо. Ну тихо, ну собирай, беги там, чё делай, всё что хочешь. Да ни хера, ни хера подобного. Это сейчас тут тихо. А потом тут будет... Как говорил Купленов в прошлой части, то есть Крис. Жопная анальная кара. Как он говорит. Или что-то вроде этого. Так, чё у нас тут? Так, я боюсь не дойти, если честно. Вот! Начинается, блядь. Начинается. Значит, появляются лучники. Эти гады появляются. Господи! Ай! 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 Твою ж, налево. Мы все в ловушке, Шева. Мы все в ловушке. Магнум. 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 Это магнум. Так, используем аптечку. Спасибо за тихо. Так, отличный. Всё. Взять. Всё, у нас есть магнум. Это самый слабый магнум, но... Это самый первый магнум, и у нас вообще есть. Нужно сказать спасибо, что мы его нашли. Так, пока тут всё утихло, это хорошо. Кстати, напоминаю, что мы всё же проходим ещё на ветеране. Как и в Resident Evil 4. Так. Патроны. Шева. Ну, где-то там есть. Так, кстати, включим карту. Твою ж, налево. Ай! Ну, Шева! Ну! Бери! Бери! Здесь сейчас эти иголки не выбрали. И тут сейчас начинают появляться наши... Наши любимые враги. Беги ж ты! Блин. Всё, теперь... Вот они! Вот они, эти враги! Вот они, эти полубоссы! Так, ну... Шева, ну зачем ты её свалила-то? Сейчас... Вот. Вот они, эти полубоссы. Мы просто ударяем ногой. И просто в него стреляем. Пистолет для него, как бы сказал Пашенди, как камушки кидать. Он по силе против... Он по силе может противостоять разве, что только Росомахе из Resident Evil 4. Но он гораздо сильнее, чем Росомаха, потому что, в отличие от Росомахи, он, сука, видит. Бляха, ну что ж такое? Ну, сволочь. У меня лично тактика его убийства такова. И, кстати говоря, он не один. Их двое. Их двое, блях. Их двое, понимаете, пацанючки? Понимаете, их двое. И чтобы им противостоять, нужно довольно-таки хорошую манёвренность. Я помню, тут хорошенечко застрял в своё время. И неизвестно, пройду ли сейчас. Так, видите, как он выстает сам. Кстати, вы заметили, что из них ещё ни одного ураборса не выйдет на ней. Твою мать. Бежим! Бежи! Беги! Беги! Беги, пожалуйста, Шева, беги, блядь, беги, беги. Беги! Стреляем. Блин, блядь. И что делать-то? Что делать? Что делать? Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста. Беги! А вот ты проборос, блин, первый. Вот я накаркал. Похоже, мы сейчас проиграем. Что делать? Что? У нас есть магнум. У нас есть магнум, блядь. Расслабься. Спокойно, как говорил Купинов. Спокойно. Так, спокойно он говорил. Так. Траву, 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 траву. Используй, 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 блядь. Спасибо. Тут сокровище. От них, кстати, дают сокровище. Отлично, убили. Реанимация, блядь, реанимация. Блядь. Такой накал страстей. За мной, давай. Такой накал страстей. Ты куда ж ты обратно-то бежишь-то? Куда ты, сука, бежишь? Помоги, давай. Давай, используй, 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 блядь. Беги. Беги, блядь, беги, пожалуйста. Блядь. Я что, матерюсь? Мне сейчас так страшно. караул убивают здесь я чувствую себя шаги из кубиду пошел ты еще один что ли не вспышка не вспышка короче нужна шева дам не вспышку мне давай чем их убьем еще обменять дети варь я чувствую этих не повезло ладно я же говорил что этот этап тяжелый тем более когда появляется их двое ну что ж пойдем его еще раз что же поделать что же нам поделать можно было конечно купить аптечку но это будет слишком легко поэтому я с этим не заморачиваюсь сейчас без комментариев просто проходим и снова собираем все заново что уж поделать надеюсь сейчас мы сможем противостоять этим подонкам надеюсь что эта часть не затянется о кстати прошу что попалась у нас аптечка сейчас будем собирать что-то еще я надеюсь хорошенькое такое прикольненькое так вот бы еще красную траву бы найти спасибо спасибо разработчик так дать забрать смешать лично отлично так дальше забрать так чё у нас всё нормально у нас да две аптечки это уже хоть что-то это уже не то что что-то это прям замечательно прям замечительно так теперь нам нужно срочно место для патронов от магнума потому что там магнум нам приходится видите как мы быстро убили этого босса с магнума так вот он патроны от магнума бери так и давайте мы их на что-нибудь то обменяем а это что-то у нас будет что правильно патроны за пистолетом нужны патроны так и и и и и и и и и блять некогда магнум просто взять чё делать то кстати а вот в резиденту 4 так смешивать было нельзя ха давайте патроны ты заметь ладно давай у неё сейчас мало всего Так, и все Нам хватит, я надеюсь Мне просто нужно место, куда можно положить, короче, магнум Потому что магнум это очень мощное оружие, особенно в самом начале Так что, да блин, ты руби, ты руби канат Все, идем на битву На великую битву-битвушку Как бы сказал я Вот это мы перематываем Я не знаю Если бы я только знал Блин, неправильно я пошел Неправильно я сделал Неправильно Неправильно я поступил Ни в коем случае, Пашин, не повторяй мою ошибку Ошибка моя заключается в том, если ты, конечно, понял Никогда пытайся всегда держаться рядом с Шевой Никогда ее от себя не убирай Никогда себя от нее не убирай Не уходи далеко, потому что Если, не дай бог, тебя доведут до агонии То тебе некому будет просто-напросто помочь и все То же самое и с ней Если она от тебя убежит далеко То просто некому будет ей помочь И все Ребята рядом уже не будет, правильно? Это как на экзамене Учись! Учи там предметы, чтобы Но потом написать хорошо ЕГЭ Потому что на ЕГЭ рядом, учитель, это не будет Помочь тебе некому То же самое, блядь, и здесь Держись рядом с ней Потом было кому помочь Так Смешиваем А, забрать Отлично Отлично! Идем Идем Ладно, я в последний раз Потом этот момент, короче, надо скиднуть Блин, нужно три зеленых Три этих травы Нету места Понятно Шева, я ни в коем случае не сбрасываю эту лестницу Я, конечно, понимаю, что тебе хочется поиграться и все такое Но нельзя пока что этого делать У нас нет места, это фигово Так, и бежим мы сейчас с другой стороны Чтобы и я, и Шева, мы смогли Остаться вместе Так сказать Так, не отставай Не отставай Иди Все Отлично Так, берем мы сейчас А что мы берем? Вот что мы берем Не дошли целишься Не с одного раза что ли Собаки Остался один патрон Остался один патрон Так, теперь нам нужно что-то делать Чтобы я смог взять маму А что можно делать, чтобы я смог взять маму? Может быть Обменять На аптечку Нужны патроны Нужны патроны? Ниже Комбинировать Выбросить Все, отлично Являются снова эти враги И мы сразу же мгновенно бежим Сначала По тактике Мы бежим туда Шева Не отставай Не отставай Пока что мы будем тут обороняться Желательно в самом углу Так, давай Сталкивай Правильно Ты как оборачиваешься? Ты можешь сесть Сломать шею Отлично Отлично Ух ты, гамаси Вот это босс Просто бежим отсюда нахер Пожалуйста Что ж ты будешь делать-то? Так, давай, Крис Ааа, я боюсь Блядь, баба Да не спрыгивать надо, блядь, было А сбросить ее вниз Блядь Тупой что-то такой Поспрыгиваем обратно Обратно спрыгиваем Шева Я тебя умоляю Просто не попадайся Под прицел Никита, не убивай Мои, блядь Вообще Блядь Ай, почему? Ай Ай Мои эмоции Меня флигнаждают Я Я Помогите Ай 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 Шева, не мешайся Ну, понимаешь Я в них стреляю Хорошо, что она Перезаряжается Не после каждого Выстрела Отлично Я стрельнул Блин, снова у меня видео остановилось Из-за этой памяти, сука Нехвата На Новый год срочно 32 гига Брать флешку Сука Бесит уже Не могу, бля Ё-моё Все время память заканчивается На самом интересном месте Никогда этой памяти Не хватало Не хватает Ладно, продолжаем Так Начинают они тут уже И главное, чтобы они не прыгают На, собачка Заряжай Быстрее Быстрее Перезаряжай Отлично Одного убили Так Этого дрыща Можем и так убить Самое опасное Это когда они будут прыгать Это самое опасное Издеваешься, что ли? Отлично Так Так Одного убили Остался еще один Он где-то там дрочится Мы не знаем где Поэтому мы его ищем Только не прыгай Бери Ну бери Ну бери ее, блять Выбрасываем ее нахер Так, не понял Ты же только что взяла зеленую траву Где она есть? Ты не можешь объяснить? Понятно Значит, зря я выбросил красную траву Ладно, зда Освободили слот Так, берем Так, видно, еще один остался Поэтому нужно как-то его сейчас ловить Ни в коем случае не проигрывать Потому что Это может все плохо закончиться Господи Свернув шею Слушай, ухренел Ты нахер иди Перезарядка сраная Блин, пошла на черту А я его уже второй раз такой толкнул Я сейчас опять будто Тишка, твари Или мы что, все хуже что ли убили? Почему эти боссы не появляются? А что, на второго что ли уже убили? Или он сдался что ли? Как Филл что ли? Стошнил и убежал? Испугался что ли? Шевер, ты молодец Смотри, ты прям попал Прям вообще в точку Или что, он засал что ли? Первый засал, второй выбежал что ли? Вот он Он в текстуре застрял Спасибо, что в текстуре застрял лод Охерел? Тварь Я тебя убью, понял, блин? Ты фашист, сраный, блин Тварь Ничего, блин Еще будет на улице праздник Идут он засал, он наконец-то тут сидит Таких че не бывало Захотел отбежать, да? Не выйдет Я еще не таких только убивал упырей Понял? Давай Хука Хукаем Ты убиваться-то будешь Скотопазом Мне кажется, это бесполезно Спрыгивай, спрыгивай, Крис, давай Ну не тупи, ну Убивайся Ладно Сделай одолжение, пожалуйста Убейся уже Тварь Начинается, блин Только их было, чуть-чуть Их опять, блин, целая куча Привил Наконец-то Все, теперь бежим Быстренько Ударили Все, ударили его Снова, короче, бежим туда Хорошо, что мы убили этих двух упырей Теперь осталось убить Этих маленьких упырей Ну че, давай Давай, бескни Ну стрелять-то и не из чего, блин Сука Я псих, блин Я псих Я растопчу вас всех как щитков Понятно? Что такое? Ой, только не с этими копьями Я сразу говорю Я не буду ничего Это самое Ага, воздух ударит Походу убили Все, наконец-то Сейчас я быстренько посмотрю Сколько там у нас прошло Надеюсь, не час Потому что В принципе, мог пойти и час Семь минут А тогда сколько прошло Я не помню Ну ладно, продвигаемся дальше Ну слава богу Наконец-то Прошли На Стряну Стряну в тебя еще раз За то, чтобы Два часа убивать Кстати, заметь С Мавном Его довольно-таки Быстро их убивать Заметь, мальчик Ну это же Мавном Конечно Так Давай собрать Какие-нибудь патрончики Патрончики Аптичечки Нам они сейчас Как никогда Нужны Так Давай Перезаряжать Все Все боеприпасы Теперь Отдай мне Спасибо Настоящие Братан Шева Так Ну что ж Теперь Мы Должны пробираться Дальше Пробираться дальше Прошлая Прошлая часть Была гораздо Сказать Легче Так Теперь Мы Должны Дверь Мы эту не откроем Просто так Мы должны Открыть ее С той стороны Для этого Нужно Пройти через тот мост А если мы А мост Можно пройти Только если кто С помощью двух человек Короче Чтобы один Поднял А второй Прошел А пока Первый проходит Второй должен держать Этот рычаг Чтоб мост не упал Понял Какая прикольная штучка Так что тут Надо Надеюсь Шева справится 5 секунд Чтобы подержать Мостик И сейчас Мы все Преодолеем Так У нас контрольная точка Так что Можно расслабиться Так Что у нас здесь Пока ничего Так Змей Отлично Места нет Змей Отлично Ничего Нет Так Понятно Сейчас мы Откроем дверь Просто с той стороны И Шева Войдет И снова Возьмет Трицу И патронов У нас нет Блин Как плохо Иметь маленький кейс Велонеза игру В отличии от четвертого Резидента Не дают большой кейс То есть нельзя его даже купить Это плохо А вот и балка Давай Шева же тут Как тут Ну молодец Чего Оперативненько Так сказать Так Ну что Давай соберем Наверное Боеприпасы И будем двигаться Далее Так У тебя нет красной А куда что ты ее делал У тебя красная трава была Документ какой-то есть Давай сейчас Соберем И прочтем Этот документ Это интересный документ Так Что у нас Датайди Жирная Шучу Дневник деревенского Юноши 5 апреля Сегодня к нам в деревню Пришел человек И сказал Что он бригадирский В теной вышке Сказал что будет делать Всем прививки От какой-то болезни Во время моих родителей Во времена моих родителей Они обманули наш народ И украли у нас землю Чтобы поставить Там воровую вышку Наверное Им теперь совестно Потому что Они теперь всегда приходят Нам помогать Когда мы не могли Перебраться через болото Они сделали нам Лодку На веревке Иногда Они даже перевозят нам Всякую иностранную выпивку Наверное Эти новые лекарства Тоже что-то типа того Все в деревне Обрадовались Что нам дадут лекарства Но я не пойду Нету Ничего такого Просто бригадир Не нравится он мне Вот и все 8 апреля Все пошли на Боровую Делать прививку Прививки В деревне стало так тихо Первый раз на моей памяти Лягу спать Все равно делать нечего 9 апреля Я проспал весь день Поэтому я не мог Ничего увидеть ночью Да еще и шумно было Все вышли на улицу И говорили Перепуганными голосами У всех детей В деревне Разом началась Горячка Матери пытались Обтирать их водой Чтобы сбить жар Но это не помогло К утру все они умерли Утром наш вождь Отправился на Боровую Он хотел узнать Не прививки ли Убили детей Когда он вернулся Он сказал что дети умерли Потому что уже успели заболеть Он сказал всем что Надо снова пойти на Боровую И сделать еще укол Я не хотел Но все Но все так боялись заболеть И в конце концов Они составили мне Обойти на укол 10 апреля На улице громко ругаются Все мужчины очень злые Может это от того Что все дети умерли Но по-моему Не только от этого А женщины просто сидят И не шевелятся Может это так Распространяется болезнь 11 апреля Я сегодня не мог сидеть спокойно Как будто внутри меня Что-то движется Снаружи я увидел Странного человека Он был голый И с оружием в руках Все его тело Было покрыто Боевой раскраской А ведь сегодня Не фестиваль Я пытался заговорить с ним Но он не обернулся ко мне Но он обернулся ко мне Лицом Он на человека Не был похож Что творится с людьми Нашей деревни 12 апреля Крики так и не стихают Мужчины все вырядились Как наши предки И дерутся друг с другом Почти все женщины умерли 13 апреля Голова болит Жар И злость берет Большой мужик в окне Очень высокий Глюки наверное 14 апреля Хорошо Крики Хватит А весело Хочу убивать В общем то В дневнике Понятное дело Что это Не была непростая болезнь Разумеется Это была болезнь вируса То есть люди Заболев этой болезнью В конечном итоге Превращались в зомби Ну в общем то Рассказывается Просто Как на глазах У этого мальчика Скорее всего Это была юноша Да Именно там даже было написано Что дневник юноши Может быть лет 15-16 А может даже и 20 И он рассказывал о своей жизни То есть что происходило С людьми в его народе И скорее всего Именно Эти вот нарядные люди Которые переодевались На фестивале Скорее всего Это и есть Вот эти вот самые аборигены Которые В которых они собственно И превратились Кстати Она шветит яйцо Исчезла Бля Ладно Ничего И такая вот Участь дала Людей из его народа Ну наверное Сейчас его уже В живых то и нет Скорее всего Ведь он сам превратился Ведь Напомню В конце дневника Он написал что Хочу есть Что там вот это Хочу А хочу убивать Так что скорее всего Он тоже превратился В В В В В В В В Хочу сказать что Скорее всего Это будет интересно Именно Димычу Скорее всего Это как гипотеза есть что Франк Дарабонт Роберт Кирк Создавая сериал Ходячие мертвецы Скорее всего Вдохновлялись Именно Резидент Ивовым Прежде чем создать Комикс и сериал Потому что Сериал был создан В 2010 году Франком Дарабонтом А игра была создана И Сериал Обитель зла Про зомби Был создан Именно В конце 2000 Еще в конце В конце 90 Поэтому скорее всего Именно Вдохновляясь Резидентом Франк Дарабонт И Роберт Киркман Создали Комикс и сериал Ходячие мертвецы Потому что В принципе События совпадают Ну не совсем Они прям Точно-точно совпадают Немножко конечно Там по другому Но суть остается та же Что люди превращаются В зомби Ну там входячих Убивают друг друга Ну что же Так у нас тут В полном Какой-то проход есть Если я не ошибаюсь Рыжок Проход этот Находится здесь Мы его чуть не пропустили Я просто заговорился Так Открыть Так В общем-то да Ну что же Мы отправляемся дальше Надеюсь что Все получится Кстати Даже в реальности Возможно перепрыгнуть С такого обрыва Не хочу сказать Так что все нормально Все продумано Разработчики все продумали Так у нас какой-то лифт Ну что же Поедем И отправляемся мы дальше Да Этот этап был Доможен Блять Сейчас заикаюсь Намного посложнее Чем прошлый этап Но мы все-таки Его прошли Это клава 3.1 Ну что же Вторая серия Третьего сезона Окончена И прежде чем Я начну Хотя ладно Да Вторая серия Третьего сезона Окончена И следующую серию Я начну с покупки Новых каких-то вещей С продажи С продажи Сокровищ Мы нашли На протяжении Этого сезона Да и вообще Игры Много очень Сокровищ Которые мы еще не успели Продать Поэтому следующую серию Я начну именно с продажи В магазине Нового Новых сокровищ И Посчитаем Сколько у нас всего Бесед И всего прочего Итак Мы завершили главу На ранг Б Потому что мы Довольно-таки Много проигрывали И прошли мы его За час 15 Это Более чем хорошо Ну на этом я заканчиваю Вторую серию Надеюсь тебе понравилось Озвучки к сожалению В этой серии не было Да К сожалению Вот так вот получилось Но зато мы ее прошли Я фиг знаю Насколько мы ее прошли Надеюсь мне больше Хотя бы 35 минут На это надеюсь Так что С тобой был я Кирилл Удачи тебе пацанечек И пока Увидимся в третьей серии Второго сезона Прохождения Resident Book И с тобой Димыч тоже Увидимся У меня кстати для тебя Будет хорошенькое предложение Потом расскажу Все Удачи вам И пока